Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать... Ну вот, поговорили о радостном. О дне рождения моей очаровательной супруги. У меня появилось предложение. Не знаю, отвергнуть. Может, не надо. Черт это все. Давай слушать музыку. Посмотри, какие песни хорошие, приятные. Тебе понравилось? И главное, что моей жене понравилось. Ну, хорошо. С днем рождения еще раз. С днем рождения, дорогая. Да, ну, дне рождения... Давай привязываем. С днем рождения уже, да. Ну, давай. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Сережа. Добрый. У меня вопрос такой. Значит, что произошло с Берином? И чем это связано? Неужели люди грамотные в политике занимают такие должности? И не понимают, что за ними каждый шаг едят. И все равно делают какие-то пакости. И вообще я не понимаю, как можно было вот 25 миллионов долларов раздвинять в его. Теперь неизвестно. Пакати, грязь, Трамп уйдет. Это одно. И другое. Второе. Меня очень интересует сейчас. Постмейтер выступал. Так что я, как понимаю, попозчик называть не буду. Это как будто бы уже 100%. Может, вы знаете, что-то другое. Спасибо. Я вас слушаю в параде. Вы, очевидно, имеете в виду слушания, которые сегодня были в Сенате, патчмейстеры. Я не знаю, чем закончились слушания. Я кусочек послушал. Вообще, то, в чем обвиняют Трампа, то, в чем обвиняют человека, который 65 дней на этом посту, десятки тысяч почтовых ящиков были закрыты во время каденции предыдущей администрации, обвиняют Трампа. В общем, все проблемы, связанные с почтой, сейчас якобы вдруг появились. То есть, года в год почта работала провально и несла колоссальные убытки. Мы оплачивали ее работу. Миллиарды долларов теряла каждый год почта. И вот якобы проблем никаких не было. А вот сейчас вдруг, неожиданно, человек, который пришел 65 дней назад на эту должность, оказывается, он во всем виноват. Все, что происходило с нашей почтой там на протяжении десятилетий. В принципе, почту, работу почту нужно было давно что-то делать, с этим менять как-то. Поэтому Трамп и уволил около 20 вверших чинов, потому что работа почты стала ужасной. И я тебе скажу, вот, например, наш Дерфил почтовый офис, это один из самых отвратительных и нехороших. Я не говорю о том, что даже почта там теряется письма, но позвонить, говорить не с кем. Хамят, грубят, не возвращают звонки. Как ты на почту ходил последний раз? В любое отделение зайди. Ну, может быть. Я знаю, что и в Баффало-Гроу люди жалуются, и в Виллинг. Вот, то есть, да, конечно же, опять же, виноват Трамп, как и во всем остальном, о чем говорили вот в течение этих четырех дней. А по поводу вашего вопроса, неужели люди не соображают? Я всегда вспоминаю о кино, My Big Fat Greek Wedding, когда люди делятся на две категории. Греки и все, кто хотят быть греками. Так вот, эти левые делятся тоже на две категории. Одни, как вы говорите, неужели не понимают? Да, не понимают, не понимают. А что им понимать? Если они, включая телевизор, значит, открыли ABC, Трамп плохой, открыли CNN, Трамп плохой, MSNBC, плохой, 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 плохой. Дойдут ли они до Fax News и соизволят ли они послушать хотя бы один час то, о чем говорят? Я последние дни Fax News тоже не включаю. Ну, я вчера честно отсмотрел и Хеннеди, и Такера. Я не могу. Такера еще можно было смотреть, но, честно говоря, это удручающая картина этого фрик-шоу, этих грустных клоунов. Подожди, Сережа, я тебя перебью. Ты начнешь по порядку? По поводу того, что ты говоришь, я не могу смотреть. Меня вчера, вот я вчера себя словил на мысли, что меня начало трусить. Наверное, впервые. Знаешь, вот это некрасивые слова, положа руку на сердце. Там был Марк Левин у Хеннеди. Он поднял в руке, держал манифест, вот коммунистический манифест из 120 страниц. И он зачитал некоторые вот положения, не выступления, а положения, положения платформы, да, это, значит, на который руководствуется Бенни Сандерс и остальные члены демократической партии, верхушки. Я хочу зачитать некоторые из них. Значит, 110 страниц, прощу прощения. Во-первых, миллионы домов должны перестать испражнять карбон-диоксид или углекислый газ. Это учат в третьем классе. Это то, что вы выдыхаете. То есть, простите, мы должны перестать дышать. И, между прочим, это газ, который перерабатывает растения в кислород. В противном случае не было бы ни лесов. Совершенно верно. То есть мы должны перестать это делать. Мы должны выкупить штаты, правительство должно выкупить все штаты и города. 15 долларов минимальная зарплата. Всех объединить в профсоюзы. Всем обеспечить больничные отпуска по семейной необходимости. Правительство обеспечит всех дешевыми квартирами экономическое и национальное равенство в пригородах особенно. То есть, чтобы... Ну, вот то, что хотели несколько лет назад сделать. В правилах записано было у них. Да, чтобы этническая, вот, калит... Ну, эти группы были иконы. Другими словами, чтобы посреди, скажем, какого-нибудь нейбор-худа в Норсбурге построили праджекты и в них поселили этнические группы. Это то, о чем сегодня кричат дети в Дирфилде, дети вот тех левых, которые кричат БЛН, и когда в 60-х годов мэр Дирфилда встал на дыбы, препятствуя строительству вот этих вот праджектов. Значит, все машины не должны выбрасывать выхлопные газы. То есть, число вот этих вредных составляющих должно быть ноль. Все 500 тысяч школьных автобусов через год должны перестать это делать. Через год. Массивное расширение общественного транспорта. Медикер для всех из 60 лет. Контроль цен, контроль абортов, контроль оружия и конфискация. Причем конфискация оружия будет проходить под эгидой Health Public, еще controlled by CDC. Убрать карбон-полющий, но это я уже сказал. Значит, до 2035 года установить полмиллиона солнечных, 500 миллионов солнечных батарей. 500 миллионов. Естественно, куда денутся все работники энергетических компаний. Ну, а те, что останется, их нужно объединить в профсоюзы. Создать комитет по так называемой Environment and Climate Justice. То есть у нас мало комитетов. Еще один нужен комитет. Еще кормить дополнительных бездельников. Я не понимаю, что это значит, но он сказал уменьшить милитаризацию полиции. То есть отобрать оружие. Что значит милитаризация имеется в виду? Убрать частные тюрьмы из правительной организации. Предотвратить наказание цветных учащихся в школах и в колледжах. То есть если они совершили что-то, то их нельзя наказывать. Убрать частные тюрьмы из правительной организации. Это я уже сказал. Облегчить расследование полицейских высших чинов. Выпустить из тюрем всех, кто не платил штрафы. То есть кто не совершал такого уголовного преступления. То есть пусть уже ладно. Одни убийцы там останутся. Всех остальных, кто нарушил закон, выпустить. Назначить левых в федеральные суды. Назначить левых в прокурорские фирмы. Уменьшить содержание под стражей до разбирательства. То есть никаких bailout. Пусть люди сидят дома, пока разбираются. Отменить смертную касту. Увеличить срок льгот для Dreamers. То есть дать им Medicaid и все остальные льготы. Иммигранты с временным статусом нелегальные. То есть должны пользоваться всеми бенефитами. Все, у кого есть Green Card, разрешить въезд неограниченный. Детей, жен, родственников. То есть chain migration. То, о чем мы говорили, то, против чего мы боролись. Ну и всех, кто в клетках. Задержали вот на границе. Всех объединить и впустить в страну. Никто ни слова не сказал, между прочим, на съезде об этом манифесте. Ну вот подумай, если вдруг такое будут говорить по телевидению. Ну, мы понятно, мы понимаем, что это. Ну, среди демократов есть же тоже не дураки. И вот это silent majority. Они тоже наблюдают и смотрят, куда наша страна пойдет. Если они услышат это по телевидению, со всех каналов, что вот что хотят сделать с этой страной, естественно, это стопроцентная гарантия, что никакие выборы Байден не выиграет. Ну вот. Давай примем слово позже. Да, давайте. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот то, что вы перечислили, то, что перечислил Байден в своем выступлении, обычно после съезда партии, традиционно, кандидат любой партии выходит вперед. Ну, на время, допустим. Это было в прошлом, четыре года там, так и было еще в прошлые годы. Вот насколько выступление Байдена вдохновило население и насколько он сейчас вырвался вперед. Вы не в курсе? Я еще не знаю. Спасибо. Это понятно. Это было вчера в 11 часов вечера. Да, действительно, после выступления, после окончания съезда, как правило, получается бамп небольшой и, так сказать, рейтинги подрастают. Но это грустное зрелище, гнусное, лживое, ни слова правды, одна ложь и проджекты. Они боролись с глобальным потеплением 8 лет, когда Байден был вице-президентом. Что-то нихрена не побороли. Придумали какую-то лабуду типа Clash for Clunkers. Потратили миллиарды долларов денег, просто в задницу выкинули. Умные такие. Даже левая пресса признала, что эта программа вообще полное безумие. И вот такие проджекты, они обещают нам светлое будущее, как большевики в свое время обещали светлое будущее. Это все, что они обещают. А реальные вещи, которые могут как-то повлиять, Байден, по сути дела, повторяет то, что делает, то, что уже сделал Трамп. То есть, это мумия, когда он говорит о реальных вещах, это он повторяет то, что делает Трамп. По сути дела, плейбук Трампа, то, что Трамп достижение, берет достижение Трампа и говорит, я вот это сделал. А еще бред. А еще мой один очень хороший знакомый, к которому я отношусь с огромным уважением, он профессионал, он адвокат, он умница. Он говорит, что 70 миллионов будут голосовать за Байдена, потому что science, потому что climate, что еще? social security and yes, decency. Какое, простите меня, decency? Ну, во-первых, он вчера сказал, что... Какое decency, какой клаймат? Уже... Он сказал вчера, что с приходом Трампа наступили темные дни в Америке. И вот я, говорит, я дам вам свет. Я уберу эту тьму и уберу эту тьму и, естественно, я не сделаю те ошибки, которые сделал Трамп. Ну, и начинается перечисление. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Ура, ура, мы спасены. Оказывается, Байден знает, как бороться с коронавирусом. Да, вчера сказал. И этот подслед, подслед этот, не может выдать этот секрет, а? Почему? Нет, нет, нет. Он вчера сказал четко, я знаю, как бороться с коронавирусом. И у меня есть план. И вот какой. Мы выпустим вакцину, которая будет тут же давать результат. Мы обеспечим соплай этот, ну, короче, обеспечит всем необходимых госпиталя. Неизвестно зачем, потому что пока что есть все необходимое. Ну, у него вообще есть план на все. Он знает, как спасти нашу планету. Он знает, как сделать... Я извиняюсь, я извиняюсь. А как же он до этого поступал, если он все знает... Так он же в бейсменте сидел. Не, не, вот совершенно верно. Все знает, почему он за 8 лет ни разу Обамке не сказал, что нужно делать. Не, ну, 8 лет это тогда же не было коронавируса, он был сейчас, но... Но другие проблемы, они же не сейчас возникли. Вот если он знает, как нашу страну сделать правильной, почему же он об этом Обаме... Обаме почему не рассказал? Сделали бы правильно, и расовые проблемы бы решили. Вот хитрый парень, а? Или забыл сказать, просто 8 лет не мог вспомнить, что хотел сказать. Вообще, тебе скажу, что... Это лишний раз подтверждает, что он таким размачивающим. Ну, вы знаете, вчера вообще речь, которая была написана для него, конечно, она впечатляет тех, кто вот ждал от него вот этого. То есть, знаете, говорят так, каждый слышит то, что хочет услышать. Вот он вчера, они вчера это и услышали. Есть звонок, Сережа? Да. Да. Пропал. Они вчера это и услышали. Он сказал, что цель компании не набрать голоса, а цель компании завоевать сердца и души людей. Давай, включай. Добрый день, вы в эфире. И я прослушал вчера два часа эти и выступления Байдена. Сочувствую. Да, 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 да. Мне очень понравилось, как вел передачу Леон Ванштейн. Он на голову разбил своего оппонента и выглядел великолепно. Я ему аплодировал. На голову в Америке, по-моему, был. Да, да, он на голову в Америке, совершенно верно. Он великолепен был. Но выступление Байдена это уже кошмар. Это же чистый кошмар. Ни одного слова правды. Ни одного слова... Я не знаю, в каком мире мы живем. Вы знаете, просто было противно все это. Извините. Спасибо большое за ваш звонок. Но это не всем противно. Некоторые люди верят тому, что он говорит. Вот он говорит, мы, так сказать, победим глобальное потепление. И некоторые, вот точно, мы должны победить глобальное потепление, поэтому мы будем голосовать за Байдена. Байден говорит, я объединил всю нацию, объединитель хренов. Он сказал, да, что Трамп разъединил нас, но мне понравилось вот, что он сказал, у нас сейчас тяжелое время. Мы столкнулись с вирусом, и у нас ужасная экономика, самая плохая со времен Великой депрессии. Почему у нас экономика плохая? Ты же только что сказал, что ковид, что мы столкнулись с ковидом. Почему ты не сказал, какая экономика была до того, как случился коронавирус? Не отрицая существование коронавируса. А я хочу сказать, что все шаги, которые предпринимались на местном уровне, губернатор, если посмотришь, губернатор Южной Дакоты не закрывала свой штат, не вводила обязательное ношение масок. И посмотри на результат. Экономика на месте, безработица низкая. Так сказать, показатели по смертности, по заболеваемости ничем не отличаются от того, можно даже на одну доску поставить с тем, что происходит в гребаном Нью-Йорке с этим Коомой, с этим дебилом Деблазио. Ты посмотри, 30 с лишним тысяч человек загубили, причем Коома это сделал умышленно, тварь, и сдал распоряжение, которое запрещает нёрсинг-хоумам отказывать в приеме больных коронавирусом, тех, кто уже диагностирован, и точно известно. Тысячи людей умерли по его прямой указке. И при этом средства массовой информации делают из него героя. И моему возмущению нет предела. Сережа, очень много людей, которые... И при этом мои друзья, некоторые говорят, что 70 миллионов человек будут голосовать за Байдена, потому что он... Очень многие люди подвержены тому, что им говорят. Когда вчера Байден начал говорить, если вы изберете Трампа, вы знаете, сколько еще людей умрут? Вы знаете, сколько бизнесов закроется? Да нам конец. Люди... Правильно. Это входит в их головы, и они начинают думать, боже мой, не дай бог, действительно. А вдруг это правда? Конечно, правда. Пока будут сидеть такие подонки, как Куома, как Притскер, как в Мичигане, как в этом... в Калифорнии, еще столько народу помрет, и столько бед на наши головы свалится. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь протекала так, как протекает жизнь у жителей Чикаго, Портланда, Сиэтла, Нью-Йорка, пожалуйста, голосуйте за этого старого маразматика. Я других слов не понимаю, потому что он действительно человек, к сожалению, искренне сочувствую ему, но человек уже выжил из ума. Оказывается, Трамп лишил страховки миллионов, над которой Обама так тяжело работал. Значит, после того, как приняли Обама Керр, 30 миллионов человек остались без страховок. но об этом никто не говорил, и мы об этом... Вернее, кто хотел, тот знал. Но, опять же, мы живем тогда, в то время, когда поколение, наше поколение не читает полностью статьи, они читают только заголовки. Они живут, исходя из того, что они прочитали в заголовках. А к заголовке, между прочим, это очень такая сильная вещь. И это один из великолепных приемов журналистики, когда ты открываешь газету или включил телевизор, говорят, Нью-Йорк погибает, Чикаго в огне, вирус идет семимильными шагами, и люди начинают, их начинают трусить, их начинают, они начинают волноваться, что действительно, как же так, Боже, Нью-Йорк погибает, что же делать? Позвонили соседу, слушай, ты представляешь, там по радио сказали, Нью-Йорк погибает, все, нам конец. Возьми, почитай, почему Нью-Йорк погибает. Давай-ка сделаем перерыв, я немножко остыну, а то меня трясти тоже начинает от всей этой темы, которую мы с тобой вынуждены обсуждать. Возвращаемся к программе Народная трибуна, и давай, наверное, дадим возможность нашим радиослушателям поделиться своими соображениями по поводу того, что происходит в нашей стране и предстоящим выбором. Добрый день. Здравствуйте. У меня нет вопроса, и как раз я хочу поделиться с вами одной вещью. Я говорила на днях с человеком, вполне разумным человеком, придерживающимся демократических взглядов, что, в общем-то, могло бы быть естественным. И я говорю, ну неужели вы собираетесь голосовать за такого маразматического человека, Байдена? И у меня был ответ, ну, не за... Сандерса же голосовать? Я говорю, так это же одно и то же. Нет, это не совсем одно и то же. Вы знаете, меня этот ответ, не знаю, как вас, поразил. Если бы было сказано, ну не за Трампа же мне голосовать, голосовать. Я бы поняла, в конце концов, у каждого свое убеждение. Но говорить о Сандерсе, ну, не знаю, для меня это было шоковым ответом. Понятно, спасибо большое. И таких, как он, к сожалению, много. Добрый день, пожалуйста, в Уфе. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, то, что погибло столько много пожилых людей, это было, ну, как бы запланировано. Даже в Обама-Кера оказывается, есть такой пункт, что за лекарства, которые будут продлевать жизнь, вы будете платить, а лекарства, которые укорачивают жизнь, вы будете получать бесплатно. Поэтому, как говорится, сократить народонаселение, это у них, по-моему, уже пунктик в голове, у этих беловдейцев и Соросов и всех остальных. Это ваше мнение или есть факты какие-то? Нет, то, что я сказала насчет лекарств, это доктор Коус нам прочитала выдержки закона в субботу предыдущую, предыдущую, или, может, две недели назад. Это абсолютно точно. Вот. А... не знаю, что-то... Вы доктор Коус не верите? Причем здесь доктор Коус? Она зачитывала выдержки из этого закона. Значит, во-первых, так, и доктор Коус, и мы, и вы, мы все черпаем информацию из тех источников, Ну, она же... Как из одних и тех же. Я, например, верю, если человек зачитывает документы... Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Можете, пожалуйста, верьте. Я призываю к тому, чтобы не верить слепо всему то, что вам говорят. Неважно, доктор Коус, я, Сергей, или тот же наш любимый президент Трамп. Есть такое правило трех у журналистов. Не потрудитесь, и если вы уж так заявляете, не потрудитесь, и поищите три действительно, как, леджит, ну, источники информации, которым вы действительно доверяете, достоверны, и которые действительно дадут эту информацию. Может, это и правда. Я же не говорю, что кто-то врет. Вы или доктор Коус, или Сережа вот передо мной. Ну, информацию надо проверять. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Принести какое-то беспокойство во время похорон. Это вообще совершенно дикость. Я говорю, почему народ не выходит? Если общей массой бы вышли, они бы примолкли вы все. Скажите, а второе, я хочу сказать, вы можете что-то осветить по поводу Пегги Хаббард. Она каким-то образом на местных сейчас будет участвовать или нет? Пегги Хаббард. Это наше местное. Нет, по-моему, она праймари проиграла. Ну да, это было в Сенат, А больше нет, да, но вообще-то достойный человек, в общем-то. Вполне, да. Вот, спасибо большое, что позвонили. Это интересная тема по поводу ралли, по поводу того, насколько я знаю, вот ралли, которые организовывались, скажем, ну, не демократами, не Black Lives Matter, не Антифа, нет, а сторонниками разумного подхода и, так сказать, сохранения страны. И как-то они проходят не очень массово. Мне интересно, а почему так? Почему, почему массовость страдает? У нас есть организация, которая намерена проводить мероприятие, которая намерена, это American Immigration Education Fund. Это Non-For-Profit организация и, во-первых, намерены проводить мероприятия, связанные с предстоящими выборами, с тем, чтобы помочь пожилым людям, которые не зарегистрировались, но хотели бы принять участие в голосовании. И в связи с этой необычной обстановкой каким-то образом помочь им зарегистрироваться и, может быть, помочь принять участие в голосовании, это один пункт, этой организации. Веб-сайт сейчас находится на, ну, еще в стадии, в стадии чего? Создание, да, ну, создается веб-сайт для того, чтобы вы могли получать информацию о тех мероприятиях, которые будут проводиться. Ну, и еще запланировано провести, потому что, чтобы чисто психологически поддержать людей, которые не хотят, чтобы, так сказать, люди, которые на сегодняшний день управляют, скажем, Чикаго, я не знаю, Лос-Анджелесом, Нью-Йорком, Портландом, Сиэтлом, чтобы подобные люди стали во главе правительства США, чтобы вся Америка погрузилась в этот мрак, в это беззаконие. И вот намерены провести такое ралли, чтобы люди поняли, что даже в нашем гнилом штате, который мафиозные структуры опутали, уже десятилетиями, так сказать, держат власть, показать, что нет, не все так безнадежно. Между прочим, Мэгги Хаббард, она интересный кандидат была, она же бывший офицер Неви и полицейский. И интересно, что она голосовала за Обаму и в 2008, и в 2012 году, и только в 2014, когда были вот эти вот события в Фергюсен, она сказала, что демократы выбрали бесчинство, а не законность. И вот тогда она перешла в республиканскую партию. И таких много, поэтому, друзья мои, вообще она, извини, великолепный был кандидат, она чернокожая, женщина, бывший офицер полиции, бывший военный. Как же так? К сожалению, ты понимаешь, вот я помню, я помню, когда в 10 округ баллотировался Ари Фридман. Да. Человек, человек номер один, когда он закончил медицин, не, сначала он служил в армии, или сначала он закончил медицинскую школу, принимал участие в операции «Буря в пустыне», он на вертолете летал. То есть, человек, педиатр, то есть, детский врач, у него два медицинских офиса, человек порядочный, в отличие от профессиональных политиков, такой человек, который не разучился краснеть. И что вы думаете? Десятый округ, это вот этот Хайланд Парк, это вот эта вся, вся межпуха, которая живет на Норсшор, который традиционно голосует за демократов. Кстати, ну, он из типичной такой семьи, образованный, папа, папа там, юрист, мама, доктор. Он довольно молодой. Да, папа юрист, мама, доктор, так его семья с ним не разговаривала, потому что он баллотировался от республиканской партии. И что вы думаете, эта межпуха на Норсшоре прокатила его? На праймарис. Он родился в Хайланд Парке, если ты помнишь. Да, на праймарис прокатила. Поэтому людей порядочных... Вот сейчас, сейчас в девятом округе баллотируется полковник Саргис Сангарий. Сангарий. Против этой Джанчаковского, хорошо вам известной, которая сидит там уже десятилетиями, прикормилась. Я слушаю официальных лиц, ну, люди, которые имеют отношение к политике, и у них такой скепсис по этому поводу. Я говорю, а с чем это связано? Она же вообще, так сказать, ну, который без стыда, без совести, человек, у которого отношение к Израилю определенное и так далее. Почему так? Да потому что она там сидит годами, она сидит на мешке с деньгами. Что касается Дюрбина, тоже, вы же посмотрите, он не проводит никакие акции, он ни с кем не встречается, он не пытается никого убедить в том, что он достойный кандидат и достойен по-прежнему представлять, сидя там тоже десятилетиями в Сенате. Говорит, понимаешь, в чем дело? Он второй человек в Сенате. Слушай, они получают откаты от этих, как они могут оттуда уйти? Это золотое дно. Он второй человек в Сенате, в демократической партии, он сидит на мешке с деньгами, ему не надо ходить и уговаривать своих радиоэтих избирателей и голосовать за него, за него все сделают бабки. и вот эти люди... Дело в том, что когда мы говорим, ну как политики, ну где они деньги берут, неужели непонятно, что они получают откаты от компаний, которые пытаются получить какие-то пермиты, которые хотят что-то построить, нужно же разрешение от кого-то, вот они и получают за это деньги. Большие корпорации. Причем это не сказки, например, вот про Нэнси Пелоси я знаю там, истории, что у моих приятелей знакомых в Калифорнии, у них есть компания довольно большая, и они рассказывали, сколько они платят, якобы. Так что это не сказки, это не шутки, это действительно очень страшно. Да, с этих мест их не свернуть. Просто так не высадить, но когда начинают говорить о том, что бесполезно что-то делать, потому что наши голоса не имеют никакого значения, я должен не согласиться. Должен не согласиться по одной простой причине, что в выборах принимают участие, по-моему, ну в среднем процентов 40 избирателей. Да? В этот раз, как никогда, я встречаю столько людей, которые будут голосовать за Трампа, которые были демократами. И не далее, чем пару дней назад, мне звонит дочь и говорит, стояла с соседкой и разговаривала, а она такая, знаешь, отъявленная демократка. Ну, дочь не боится, так на политические темы, но у нее, у соседки дочка живет в даунтауне, как раз в тех местах, где громили эти магазины. И она задала вопрос, как там твоя дочь поживает? И та понесла на Лори Лайтфуд. Она такая-сякая, употребляла нецензурные слова в ее адрес и сказала, что я буду голосовать за Трампа. И таких очень много. поэтому в этот раз может и есть какая-то возможность выиграть и необходимость все-таки поднять свой зад, как говорится, от дивана и пойти. Это ты сейчас говоришь о демократах, которые будут голосовать за Трампа. А сколько людей, которые внутренне поддерживают политику республиканцев, но не ходили голосовать по той простой причине, что они считали, что их голоса не имеют никакого значения. Нет, об этом я хотел сказать. Вот эти должны встать и пойти. Я тебе скажу, мой старенький папа сказал, я хочу пойти, я не хочу отправлять по почте. Понимаешь, поэтому действительно народ может зашевелился хоть чуть-чуть. Поэтому, когда мы говорим о том, что, наверное, необходимо, ничего, ралли ничего не решает. То есть, принципиально, ралли ничего. Ралли в поддержку республиканцев, ралли в поддержку Трампа, оно принципиально, казалось бы, ничего не решит. Но это придаст моральный дух тем людям, у которых опустились руки, которые... Потому что, смотри, этих бандитов на улицах ралли устраивают, погромы устраивают, громкие, шумные. А мы, те, кто законопослушные граждане, те, кто не потерял рассудок, мы тихо сидим и молчим. И у людей создается впечатление, что нас нет или нас единицы. Нет, нас довольно много. И поэтому, принимая участие в ралли, вы тем самым помогаете поддержать дух не сбрасывайте со счетов сайлент-мажорити. Это очень много людей. прелестное. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Я хочу сказать несколько слов о голосовании. Вот в тех штатах, например, там, демократисты, как Нью-Йорк, где, скажем, демократов, ну, в 8 раз больше, чем республиканцев, то если по каким-либо причинам не ходить, допустим, на голосование, так это все равно, что голосовать за демократов. Вот единственное, что я хочу сказать. Абсолютно. Вполне согласен. Всегда тоже самое говорю. Абсолютно. Спасибо большое. Абсолютно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Вы помогли что-нибудь осветить в Свариде год парад в Порт-Трамп, потому что на фильме это огромное сообщество пришло на эти годы. Ну, действительно, да. И самолеты, и все. Ну, может быть, пару слов, если нет. Спасибо. Ну, я, к сожалению, я бы с удовольствием принял участие в этом параде. Я тоже видел это только в видео. ты можешь, Сережа, принять участие в параде, в одном из парадов. Я хотел сказать об этом. Веб-сайт называется paradingfortrump.com Paradingfortrump.com И они есть на Facebook. Их страничка. Вы должны с ними зарегистрироваться. И они... Так, ты будешь ответственным за это. Они не говорят открыто. В этой группе. Я, значит, в нашей группе Radio NVC, Russian Radio NVC, я поставлю ссылку на эту группу. А вы должны зайти туда зарегистрироваться. Они не хотят афишировать их планы, потому что они не хотят быть атакованными вот этими сволочами, которые прикрываются словами BLM и будут швырять камни. Но это будет рейлы на автомобилях. И вам скажут, когда это пройдет, где будет проходить это рейлы. И вы можете присоединиться. Кстати, вот еще один вопрос. Когда мы обсуждали возможность проведения ралли, я еще раз напомню, что это American Immigration Education Fund, и когда собирался совет, мы обсуждали возможность проведения ралли, и высказывалось опасение, что вот эти подонки из BLM, из этих марксистских организаций, боевого крыла демократической партии, могут устроить, и как бы опасались. Звучали другие голоса, потому что за себя постоять не можем. Ну, я тебе перебью, Сережа. За себя постоять. Сережа, полиция будет охранять. То есть это не просто вот они так устраивают. То есть это будет, полиция будет пытаться оберегать нас. Давайте прием звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Я не знаю, я подписан на твит Трампа. Можете у меня объяснить, не знаю, вы подписаны или нет. Я специально делал статистику, реплей. на каждый твит Трампа и негативных, причем довольно оскорбительных, больше, чем позитивных. Ну, я тоже подписан на его твиты. Естественно, а что еще может вызвать твиты Трампа у тех, у Невер Трамперов и тех, кто голосует за него и будет голосовать? Конечно, будут негативные высказывания. Ну, я не знаю, как это мог относиться. Я не знаю, если команда Трампа в выборку, но тогда я не вижу смысла твитать. Ну, в конце концов, Трамп имеет право твитать точно так же, как и мы с вами. Я же не говорю, имеет право или не имеет право. Я говорю о смысле. Ну, о смысле. О смысле вообще всего происходящего. О смысле то, о чем мы здесь говорим. Все имеет смысл. Смысл о том, что он говорит здравые вещи, которые имеют здравый смысл. Простите, я упустил нить разговора о том, что Трампу не следует твитать. Ну, какой смысл этих твитов? Смысл очень простой, потому что, что бы Трамп ни говорил, где бы он что-то ни произносил, все его речи проходят через призму, через фильтры проституток в средствах массовой информации. Все искажается, все извращается и подается в удобоваримой форме для либеральной общественности, чтобы у них ненависть к нему еще больше вскипала. А у Трампа есть возможность общаться напрямую с миллионами людей. И в твитах своих он выражает свое отношение к тому или иному событию. Не, так сказать, без фильтров. В этом есть смысл. Иначе бы вы не знали, что он думает, что он говорит, что он хочет сделать. И потом у него есть шикарная возможность троллить лево-радикальное отребье. Он великолепный тролл. Добрый день. Еще раз разу, еще две вещи хочу сказать. Первое, я вот, о чем я дал дом по поводу митинга, ралли, это просто показать гражданское сопротивление. Больше ничего, чтобы видели это и чтобы чувствовали, это даст людям подпорку. Правильно, я совершенно верно. А второе, хочу сказать по поводу фейсбук. Так вот, раньше, значит, банялись затаскать не те комментарии, там, на неделю, на месяц. Короче говоря, сейчас наша группа была, одна из двух, удалена без всяких объявлений. Просто у другого. Без того. Ни при друге, ничего, ничего не было. Никаких отнесений. Но это уже, ну, вот уже вплотную. Вот имейте ввиду. Ну, старайтесь, чтобы группы были private. Я не знаю, насколько это обезопасит. теоретически как-то хоть чуть-чуть обезопасит. Когда вы принимаете кого-то в свою группу. Просто нужны другие платформы какие-то, но они не очень... Альтернатива, вы знаете, я уже тоже об этом думал, и вот если появилась какая-то платформа, альтернатива, ну, она появится, и ее точно так же превратят в время. Я могу сказать, что одна платформа единственная осталась, где нет никакой цензуры, и пишет то, что хочешь, это ЖЖ. ЖЖ. Окей. И там не удаляют пока никого. Спасибо большое за ваш звонок. На самом деле, это еще раз подтверждение тому, что собралась такая коалиция, значит, марксисты всех мастей, Китай, Иран, демократическая партия, все вот эти вот Твиттер, Гугл, Фейсбук, то есть все социальные сети в этой же коалиции, плюс Голливуд и плюс средства массовой информации, ну и плюс еще миллионеры, миллиардеры. Вот это коалиция демократической партии Джо Байдена. Уважаемые радиослушатели, я хочу вам сказать, напомнить тем, кто уже член этой группы, кто не знает об этом, присоединяйтесь, группа называется Chicago Russian Radio NVC на Фейсбук, и я только что там поставил ссылку вот на эту, на этот веб-сайт Parading for Trump, и вот Флора уже написала, что место и дату скажут по e-mail в эти выходные, то есть действительно готовится этот автопробег с флагами, как положено, так что присоединяйтесь. Мы должны прерваться на небольшую рекламную паузу и музыкальную паузу. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Ребята, я хочу обратиться ко всем и сказать, если кто-то увидел мой пост, что в Веленосе с 1 сентября вводится новый закон, что все должны получить водительские права и вы должны быть в маске. Сфотографироваться в маске. Да, ребят, это шутка, потому что тут уже один человек, я его настолько убедил, что он пишет, я же получил три недели назад, я говорю, это новый закон. Говорю, что, серьезно? Так что это шутка, ребята. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Что за история со Стивеном Бенноном? Стивену Беннону предъявляют обвинение во фронт, да? Да. Что якобы деньги, которые собирались на строительство стены, были потрачены в личных целях и так далее. Ну, поживем, поживем, поживем. Я тебе скажу, я почитал несколько статей об этом, там нету такого четкого обвинения, куда именно ушли деньги, что там произошло, поэтому, не знаю, подождем, посмотрим. Ну, зато это бальзам на душу леволибералам, потому что, ну, хвалить, хвалить нечем. Вообще, вся компания избирательная построена на... Не Сережа, не компания, а вся жизнь вот эти последние 4 года построена... Точно. Построена вот на выискивании вот этих вот грязи. Очень такое своевременное и уместное замечание. Добрый день, вы в эфире. Что не только компания, а вся жизнь. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот смотрите, то, что призывает Майдан на съезде, это же было сказано с теми 30-ти там кандидатами, которые еще в прошлом году выступали на праймере в дебатах. Они призвали пойти по кремно-северокорейскому пути. И это же повторил и Байдан вчера. Не кажется ли вам, что вот они уже уверены в том, что вот эти вот это голосование по почте принесет им успеха, потому что я не думал, что вот раньше левые как-то скрывали свое социализм. А теперь они уже открыто говорят, а потом уже когда они уже достигнут своего и скажут вы сами за нас голосовали и мы не скрывали того, что мы добьем этого. Причем среди них бывший бывший директор CIA, бывший директор FBI, я не помню, кто, да, довольно высокие чины. Дип-стейт, болото. Да. Барни Сэндерс когда выступал сказал, что вот те идеи, которые мы провозглашали еще буквально несколько лет назад, они считались экстремистскими, сегодня они мейнстримовские, то есть нормальным, естественным считаются в рядах демократической партии. Уважаемые господа, голосующие за демократов, вы даже не заметили, как из нормальных, обычных, типичных демократов вы превратились влево радикальное отребье марксистское. Вы даже этого не заметили, потому что партия ваша настолько шагнула влево, что об этом не скрывает сенатор независимый Барни Сэндерс. А вы этого не понимаете, он об этом говорит, а вы этого не видите, не чувствуете. Понимаете? В Германии концлагеря и убийства тоже не с этого начинался национал-социализм, абсолютно не с этого, а вот с таких вот вещей. Удивительная вещь. Ты знаешь, в чем я согласен, вот единственное, с чем я согласен, выступление, скажем, Обамы. Democracy is at stake. То есть, на кону стоит демократия в этих... О каком выступлении? На съезде? На съезде, да. На кону стоит демократия. Совершенно верно. Если вы, не дай бог, проголосуете за безумного Джо, то демократия вот в том виде, в котором вы ее, как в котором я ее понимаю. Это... Ну, понимаешь. Ей конец, потому что это тоталитарная секта. Но у него еще есть поддержка очень хорошая в лице Камалы Хэрис. Коррумпированный настолько. Кстати, вот вчера я нарыл материал, значит, он этот... Он активист движения Pro-Life Matter. Как же он? А, нет. Все понятно. Это... В 2006-2014 году, да. С ним делал скрытые камеры съемку про Planned Parenthood. Да. Вот Planned Parenthood. Да. Когда она прислала 11 агентов к нему домой. Да. И они искали оборудование, с помощью которого он выражал свои... свое недовольство. Короче, она ему устроила просто самый настоящий террор. Вырванные годы. Да, ни на чем. Так вот. Я хотел остановиться на... Ты про Обаму. Я хотел немножко остановиться на его речи. Буквально два слова скажу, потом ты вернешься к Банне. Нет, два слова. Я хочу привести пример так называемой демократии по... Как ее видит демократическая партия. Я просто слушал новости недавно. В Германии министр сельского хозяйства проталкивает законопроект, обязующий владельцев животных выгуливать их дважды в день как минимум по одному часу. Как вам такая демократия нравится? А потом они вам будут придумывать закон сколько раз вам в туалете подходить к большому сколько раз по-маленькому и сколько времени тратить. Вот ваша демократия. Эти придурки, когда они боролись на пике борьбы с глобальным потеплением, вы помните, всякие разные селебратиц говорили, что воду сливать не надо, там мешочек нужно ходить. Идиотизм. Это вот то, за что вы хотите голосовать? Это вот такую демократию вы хотите? То есть, нам придется жить просто по какому-то графику. Да, так вот, насчет Обама я хотел сказать, что он сказал, почти за 4 года Трамп показал, что он преследует только свои личные интересы. Никакого интереса сделать что-то, кроме того, чтобы создать еще одно реалити-шоу и привлек к себе еще большее внимание. Вот только в этом его назначение, его цель нахождения в Белом доме. И он сказал, что, ну, я, конечно, надеялся, но, к сожалению, Трамп не вырос как президент, поэтому не нужно давать ему оставаться в офисе, потому что он и не вырастет. Ну, и, конечно же, после этой речи и CNN, и MSNBC, я вот сидел еще у Калкана, они запели, они сказали, боже мой, Обама, какой он, какой он прекрасный спикер, как он хорошо говорил, да у него талант, ему поэтам надо быть, сказали, и говорили, что его речь это предупреждение нам всем. Ну, ладно, черт с вами, вы ненавидите Трампа, но говорить о том, что он не делает свою работу, что он ничего не делает, он постоянно работает, а как вы думаете, сколько сможет часов в день работать Байден, то есть так, час работы, ланч, там час работы, ужин, час работы, телевизор посмотреть и баиньки, спать, потому что, человек уже пожилой, явно, он вчера, он вчера выступал, то он щеку почесал, то он волосы почесал, то есть, там столько грима на него наложили, он бедный, наверное, стоял под этим гримом, потел весь, давай этот звонок, добрый день, вы в эфире. Добрый день, господа, ну, я вас всех хочу поздравить, с тем, что, там, то встали элементом одежды, их украшают, их делают очень весьма изощренными, я думаю, перейдут и к другим элементам нашей одежды, а все, все остальное, так сказать, постепенно, постепенно трансформируется в нашей жизни, то, чего мы даже и не ожидали. в эфире. Понятно. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Вот осталось чуть-чуть до выборов, и ваша радиостанция одна, ну, по-моему, я не знаю, одна из немногих, может, чуть ли не единственная, которая работает в пользу Трампа и республиканцев. Изумительная станция, я ваш почитатель. Спасибо. И с этим у меня вопрос. Не планируете ли вы изменить программу своих передач, убрать некоторые художественные вещи, типа Елена Гордон, спортивных комментаторов, и это время отдать политическому направлению, агитации, предвыборные и так далее. Ну, это может быть связано с вашими финансовыми положениями, я понимаю, но хотелось бы, поскольку вы одни такие, поймите, ребята. Спасибо. Спасибо за высокую оценку нашего скромного труда, но я не думаю, что вот то, о чем мы говорим, это, безусловно, касается каждого из нас в той или иной степени. Хотим мы этого или не хотим, говорят я, а политика не интересуется. Ты не интересуешься политикой, политика интересуется тобой. Это безусловно. Мы как бы рядом с ней живем, с этой политикой, мы от нее не можем уйти никуда. Никуда. Поэтому это, безусловно, занимает значительную часть нашего эфирного времени, но вы понимаете, жить только этим невозможно, потому что если можно с ума просто сайзали. Абсолютно. Поэтому я, вот у меня есть однодушина, я на рыбалку уезжаю, и я забываю про все. Я тебе клянусь, я вчера, значит, честно, отсмотрел, отсмотрел Такер, отсмотрел Хеннити, потом я начал смотреть CNN, MSNBC, MSNBC, ABC. И тебя трясло меня, да, потом я позвонил, значит, родителям, папа говорит, что ты так разговариваешь, что ты такой заведенный? Я говорю, а что, слышно по голосу, он говорит, да, ты такой вот возбужденный, я говорю, ну вот политику слушаю, ну а потом Байден добавил, вот так что в принципе не могу уснуть до трех ночи, я тебе клянусь, и вот читал дальше новости и смотрел, думаю, елки-палки, ну неужели действительно мы докатились до такого? Да, добрый день. Да, добрый день, вы в эфире. Я хочу высказать свою злость по отношению к республиканцам. Эти выступления дали такую пищу сплошной лжи, которую, и все другие выступающие, должны каждый пункт сказать, что это ложь, вот и поэтому, поэтому. Почему мы этого не слышим? Дело в том, что если они будут говорить, говорить, что это ложь тем, кто в это верит, они их не переубедят. Наоборот, они еще больше обозлят их, потому что... Почему? Тоже сказать, ну как можно бы Байдену сказать, что Трамп довел страну до экономического положения такого, что дальше некуда. Одну секундочку, а что, Байден вчера сказал это впервые, это 4 года говорят, что... Да, нет. Так почему мне это не сказать открыто? Почему? Господин Байден лжет. Открыто говорят, все время говорят. Вы слушаете Факс Ньюз, вот от и до. Если вы включаете Факс не на одну минуту, а вот слушаете, то об этом говорят направо-налево. Проблема в том, что когда вы включаете вот эту программу передач, и там есть ABC, NBC, CNN, MSSBC, BBC, и вдруг один несчастный вот Факс затесался... То, если это вечернее шоу, только там, начиная с Карлсона Такера, Карлсон, Такер, значит... Ну, еще вот Дейна Перина, я ее так... Такер, Марта Макналом, Хеннеди, Лора Лингрэм. Ну и вот. А все остальное в течение дня это примерно то же самое. Да, к сожалению. Мало чем отличающееся. Потому что, скажем, вице-президент Факс Ньюз, это бывший там чифов став, по-моему, Байдена. Ну, что-то такое. Пол Райан сидит на совете директоров, который, по-моему, тоже Трампа ненавидит, который, кстати, провалил закон о реформе, эмиграционной реформе. Так что ничего удивительного в этом нет. Абсолютно. А если послушайте шоу на радио, включите вечером, утром, вечером... Слушайте, слушайте... Бэн Шапира великолепный. Он быстро говорит... 89,9. Умный, блестящий парень. Слушайте 89,9 АМ. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, мое имя Юрий. Здравствуйте, Филин. Здравствуйте. Я из Бостона, на Сочувствии. Вау. У меня вопрос таков, что очень многие не до конца понимают о выборах в конгресс. Как это делается, как лучше голосовать? Потому что вот мы смотрели в Массажирске, у нас практически все демократы, республиканцы, все по всем, действительно, все кенцел. Если вы что-то можете рассказать, чтобы люди не помнили больше об этом. У вас и кандидатов нет от республиканской партии? К сожалению. Так как я понял. Это не единственный штат такой. В нашем штате, кстати, в большинстве округов тоже идет безальтернативное голосование. Там даже нет кандидатов от республиканской партии. Там одни демократы. А как голосование проходит, как обычно, но сначала праймарис проходит. У нас это было в марте, 17 марта, если я не ошибаюсь, были праймарис сначала. То есть, среди номинантов, выбирали номинанта от той или иной партии. То есть, вы приходите на избирательный участок. У нас не обязательно на генеральных выборах говорить о твоей партийной принадлежности. А вот на праймарис ты приходишь и говоришь, что я хочу проголосовать. У нас открытый праймарис. Ты можешь голосовать за ту или за номинанта той или иной партии. Я хочу бюллетень демократической партии или республиканской, и тогда голосуете за того или иного номинанта. А что касается генеральных выборов, там уже кандидаты от той или иной партии. И последственные. Да, и плюс президент, плюс, если сенаторы переизбираются в Сенат, плюс в Конгресс то же самое. Кстати, вот в прошлую пятницу позвонил мужчина, задал вопрос по поводу вот этих писем, которые мы получили. Это не баланс. Это просто анкета. Это анкета, которую вы должны заполнить и отправить. И вам пришлют баллот. И вот тот баллот уже. Вы должны хранить у себя. Потому что вы придете на избирательный. Если вам прислали на руки этот бюллетень избирательный. Он один. Это как ваш документ. Да, и если вы не проголосовали, не отправили его по почте, а пришли на избирательный участок, а вам сказали, нет, вы уже проголосовали. Если вы принесли с собой бюллетень, покажите, скажите, вот я не голосовал. Да, то есть не путайте бюллетень и вот это вот письмо, которое вы сейчас получили. Добрый день. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Сергей, добрый день, Олег. Это Стивен Лебович из Аляски. Здравствуйте, Стивен. Сейчас только прочитал, что вы по-прежнему на Аляске. Я написал, что 4 года назад мы летали на Аляску на рыбалку. Да, да, да. До сих пор помню. До сих пор помню. Да. У меня такое, вы понимаете, я только что разговаривал со своим двоюродным братом. Он живет во Флориде. Вот, бывший трак-драйвер, сейчас он на пенсии уже. Так он вот насчет этого ралли говорил мне тоже. Он собрал уже 25 пока что. 25 трак-драйверов, которые сейчас находятся именно во Флориде. И вот они тоже выйдут на это ралли в поддержку Трампа. Вот. Молодцы. Присоединяйтесь к ним, присоединяйтесь, ребята. Хорошо. Трак-драйверы во Флориде, они с вами. Спасибо. Спасибо. А не с Трампом. Не рыбки вам, не чешуйки. Да, как говорят. Спасибо. Спасибо, Сергей. Спасибо. Удачи. А вообще Аляска потрясающее место. Я под таким впечатлением ездил ловить палтуса и такие вулканы. Ой, красота. Ты знаешь, вот в Канаду ездил, в Миннесоту, там вот до Аляски не добрался. Один раз звали. Мы в Канаде, да, тоже мы флай-ин делали. Медведи видели? Медведи были? Нет, рыбы было много. По поводу, так сказать, психологической поддержки. Вот Игорь Глузман рассказывает. Вы знаете, он выступает на радио. Он живет в Лейк-Зюрик, и вокруг него там в основном почему-то демократическое комьюнити. Ну, такая, ну, не знаю, в большинстве подавляющих. Почему-то? Ну, почему-то, я не знаю почему. Ну, почему-то Баффало Гроу, почему-то Хайлен Парк. Так вот, у Игоря дом такой с балконом с небольшим. И он растянул такой плакат. Трамп 2020, но булшит. Красивый плакат. Нет. В первую же ночь его этот плакат закидали яйцами. И так все, знаешь, м-м-м. А он не знал, что будут кидать? Я бы сидел бы с яйцами, взял бы лотков пять, и я бы их обстрелял бы все. А зато, говорит, проходят люди разных возрастов. Если, говорит, я стою на балконе, они мне палец... Палец показывают, только не средний, большой палец. Большой палец. Машины проезжают, рукой машат, сигналят. То есть, на самом-то деле, молчаливое большинство, так называемое. То есть, там достаточно людей, которые молчат о том, что они поддерживают Трампа. То есть, людей с куриными яйцами гораздо меньше, чем с настоящими. Ну вот, и говорит, уже появился еще один, там, кто-то, да, кто-то флаг повесил, трамповский. То есть, это имеет значение. Вот подобные ралли, подобранная демонстрация, имеет значение. Оно поднимает дух, поэтому это не меняет принципиально. Это может быть не сиюминутный результат, но это поддерживает моральный... Может быть, третье поколение до них дойдет. Это нужно делать, это необходимо делать, потому что... А иначе складывается впечатление, что 99% это вот отморозки из Антифы, Black Lives Matter и остальные, которые их поддерживают. На самом деле, это не так. Это не так. Ну что, примем еще звонок. Еще, да, давай. Добрый день, вы в эфире. Большое спасибо за возможность позвонить. Я просто не знаю, мне просто хотелось поделиться. Просто не с кем сейчас, я прям сижу почти. Да, мы вас слушаем, мы вас слушаем. Да, хотя это не, как сказать, не надо быть так сильно эмоционал. Значит, спасибо большое за вашу радиостанцию. Правда, большое спасибо. Хотелось бы сказать в отношении... Алло? Да, у нас очень мало времени остается, немножечко побыстрее, пожалуйста. В отношении... Я сейчас реву, мне очень жалко Навального. Может быть, поговорите пару слов об этом. Ну, просто мое такое мнение, нечего ему было соваться. Ну, пару слов про Навального. Люди вышли там на демонстрации. Его поддержку, в принципе, мы больше ничего не знаем. То есть, мы знаем только... Спасибо большое. Я понимаю ваше состояние. Да. И, к сожалению, у нас уже нет времени, не остается. Вот то, что прозвучало в новостях, то, что Германия там послала за ним самолет, его перевезут в больницу. Это все, что мы знаем. Больше я не знаю. Да, к сожалению, больше ничего. Давайте... Еще один звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что дали мне сказать. Значит, в отношении ралли. Во-первых, мы бы с удовольствием пошли, присоединились, но, вы знаете, через этот Facebook, они же могут забынуть это. Может быть, нам создать какой-то действительно какой-то сайт. Нет, через Facebook, через Facebook они не могут забанить... Вы имеете в виду, что они информацию эту уберут в Facebook? Да, они могут сделать все что угодно. Я им не доверяю, вообще туда не хожу на веб-будку. Веб-сайт, вы знаете, что... Для того, чтобы просто... Лучше я бы сделать такое. Сегодня будет, послушайте, сегодня-завтра уже будет готов веб-сайт. Будет. Организация называется American Immigration Education Fund. A, I, E, F. И веб-сайт будет готов, и там будет информация, которая интересует... Во-первых, мы будем размещать там информацию, которая относится к выборам, потому что это вот-вот, что состоится уже через 74 дня. Хорошо. Плюс все мероприятия, которые мы будем планировать, которые будут проходить при нашем участии. Замечательно. Сейчас, одну секундочку, я еще хочу добавить. Значит, вот выступал сейчас передо мной товарищ, но не совсем передо мной, и говорил, что, значит, забрать какие-то передачи и больше политики. Я хочу сказать, что нужно нам просто делать донейшн на эту станцию. Это единственная станция, и мы должны... Это мы. Это все равно, что мы говорим дома, между собой. Понимаете, нужно поддерживать, потому что это очень дорого сделать эту станцию. И в отношении ралли, мне прислали e-mail, какое замечательное ралли сделали вот во Флориде, в этом Нью-Джерси. Это действительно так вдохновляет. Я это отправила абсолютно всем и написала, что если нашу мидию назвать проституткой, это будет оскорбление проституток. Спасибо за внимание. Между прочим, ралли вот в Индиане, есть такой городок Монтицелло, вот там было райлы, там на лодках люди проехали с флагами. Очень красиво. Спасибо, Олег. Спасибо большое всем за внимание и всем благ. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok